Здравствуйте! Сегодня я хочу раскрыть сразу три секрета меткости, которые безо всякого сомнения будут исключительно полезны будущим и начинающим стрелкам из лука. Из любого лука, в любых дивизионах, для любых стрельб и в любых условиях. И если вы решили взять в руки лук и научиться из него стрелять, я настоятельно рекомендую обратить внимание на эти три простых, но исключительно важных момента. Всем более-менее опытным стрелкам эти тезисы уже известны. Или получены в ходе обучения, или выведены сами, неважно. Главное, что любой лучник в итоге может подтвердить правдивость моих слов. Почему об этом говорят так редко? Почему это стало секретом? Почему каждый, кто берет в руки лук, об этом не задумывается? Наверное, потому что сказанное мною далее для состоявшегося лучника уже стало самим собой разумеющимся, частью его, теоремы и аксиомы, которые многократно наблюдались, подтверждались, доказывались и изучались им с самого начала. Итак, начнем? Внимание! Для людей с синдромом дефицита внимания я рекомендую пройти по ссылке в описании видео для просмотра более короткой версии, для того, чтобы излишне напрягать неокрепший мозг. Спасибо за понимание. Стрельба из лука исключительно разнообразна. Существует множество разновидностей луков и техник стрельбы из них, равно как и преследуются различные цели. Посмотрите на этих стрелков. Американец Байрон Фергюсон, лонгбоумен, охотник, трикшутер, популяризатор. Венгру Лаёш Касай, традиционщик, хранитель традиций, шоумен. Украинец Виктор Рубан, спортсмен, классик, олимпийский чемпион и еще множество самых разнообразных спортсменов, охотников, реконструкторов, трюкачей и прочих стрелков в самых разных дивизионах, использующих разнообразное снаряжение приема стрельбы. Классики, традиционщики, блочники. Что же между ними общего? Что объединяет всех этих столь разнообразных стрелков? Их всех, я подчеркиваю, всех, объединяя три очень важные вещи, которые вам сейчас крайне желательно уяснить. Первое. Постоянство техники. Неважно, как вы стреляете, какой у вас лук, какие цели вы преследуете. Вы стреляете по мишеням сфиксированных дистанций на стрельбище или на пересеченной местности, на ходу или с коня, вы спортсмен или охотник, реконструктор или трикшутер. Это не имеет значения. Суть одна. Строго одинаковый выстрел это залог точного попадания. Любой выстрел, у любого лучника в любом случае основывается на стойке, хвате, вытяге, прикладке, выпуске. И эти элементы должны быть выполнены определенным образом и каждый раз одинаково. В разных техниках они могут быть очень различны, но они есть. Спортсмен может стрелять под челюстным хватом, за шейным или обратным, но каждый раз он это делает одинаково. Стойка может быть открытой, прямой или закрытой, но она постоянна. Мы можем держать лук вертикально или заваливать, тянуть к подбородку или скуле, главное делать это одинаково. Мы можем пользоваться различными хватами за рукоять лука, мы можем тянуть тетиву двумя или тремя пальцами с перчаткой на палечникам или большим пальцем с кольцом или перчаткой, но каждый раз это делаем точно так же, как и в предыдущий раз. Спортсмен или охотник, классик или блочник, традиционщик лонгбоумен, манджур кореец или кюдошник, у любого хорошего стрелка выстрелы всегда строго одинаковы. А как же охотники? Им же не встать в правильную стойку. Так они для этого тренируются стрелять из различных положений, учатся разворачивать плечи, учатся стрелять с возвышения и так далее. Ведь на самом деле положение тела, руки относительно корпуса, разворот плеч, все повторяется раз за разом. Прямые ноги и четкая постановка ступней под определенным углом это важный элемент определенных аспектов, но уж явно не аксиома для стрельбы из лука как таковой. Стрелки-трикшутеры, стреляющие с разным вытягом, специально тренируются это делать и знают, где заканчивается их короткий недотяг или длинный перетяг. Как стрела поведет себя в том или ином случае, каждый их выстрел, каждый элемент их техники скрупулезно отработано и всегда одинаково. Как только вы беретесь за лук иначе, как только вы вытянули тетиву к другой точке, как только вы по-другому выпустили стрелу, выстрел будет уже другим, стрела полетит по-другому и в другое место. Поэтому суть первого тезиса, я повторяю, постоянство выбранной вами техники. Безусловно, можно освоить разные стили стрельбы, разные элементы, можно их комбинировать, подстраивать под себя, можно стрелять в разных дивизионах, но нужно четко отдавать себе отчет в том, что вы делаете, для чего это делается и как вы сможете это повторить. Второе. Однообразие инвентаря. Если вы будете стрелять каждый раз из разных луков, да еще и разными стрелами, толку от такой стрельбы может быть немного. Освойте сначала один инструмент, а потом уж двигайтесь дальше. А вот со стрелами все просто. Они должны быть одинаковыми и подходящие именно к вашему луку, именно вашему стилю стрельбы и именно вам. Подходить по длине, весу, жесткости, балансу и вообще по назначению. Вы можете использовать разные материалы древка, различные оперения по форме материала, делать стрелы для стрельбы на близкие дистанции, дальние дистанции, для стрельбы по мишеням, стрельбы на дальности, для стрельбы в лед и вообще для чего угодно. Можете с собой носить несколько комплектов, но в каждом комплекте стрелы должны быть одинаковыми. Да просто потому, что разные стрелы даже из одного и того же лука у одного и того же стрелка летят по-разному. Даже средневековые трактаты уделяли немалое внимание подбору стрел. Стрелы отличались друг от друга по своему назначению, но всегда их старались подбирать максимально одинаковыми для каждого комплекта. Правда, во все времена все качественные стрелы были похожи в одном. Они были прямые. Да что там стрела, нередко даже замена тетивы или смена перчатки может повлиять на точность. Именно поэтому, чем дороже лук, тем он более стабилен, тем лучше сохраняет настройки и вообще стреляет одинаково. Это касается всего. Не только лука и стрел, но даже тетивы, прицелы и всего остального обвеса. Так что второй тезис. Изучите свою матчасть. Третье. Постоянство тренировок. Да, практика без теории слепа. Но теория без практики мертва. Любые техники без регулярной работы над ними не дадут результата. Не стреляя, научиться стрелять нельзя. Вы можете много прочитать литературу, рассмотреть кучу картинок, посмотреть немерено видео, но не взяв лук в руки, выстрелять не научитесь. Не попытавшись натянуть тетиву, вы не поймете ничего из увиденного и прочитанного. Не сделав выстрела, не увидев полета стрелы, не почувствовав напряжение мышц, не выработать глаза в мир, не наработать мышечную память, не научиться стрелять. Только практика, только регулярная работа с выбранными вами инвентарем и в изучаемой вами технике. Без стрельбы все домыслы останутся домыслами, фантазии не воплотятся в реальность, а предложения не получат подтверждение. Если у вас есть лук, но вы из него не умеете стрелять, то вы не лучник, а человек с луком. Суть. Тренируйтесь регулярно. Ну, в общем, это все. Как часто и бывает, секрет заключается в том, что по сути никакого секрета нет. Все, что я рассказал, это вещи общеизвестны, общеприняты, они понимаются буквально сами собой уже на первых занятиях. Но, к моему великому сожалению, они часто забывают или не задумываются. Часто делается ошибка, когда стрелок еще не освоил азы и не понял самой сути выстрела, но уже старается стрелять по мишеням на точность. Они, научившись стрелять по мишеням, уже пытаются освоить стрельбу. Трюковую, полевую, историческую, практическую. В любом деле очень актуальна старая поговорка. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. А еще очень важно начинать сначала и двигаться постепенно. Так что читайте, изучайте, ищите клуб или тренера и стреляйте из лука. Разумеется, это хоть и важные, основные, но самые общие тезисы. На вопросу из серии, как именно стрелять из лука, как его держать, куда стрелу накладывать, какие луки вообще бывают, из чего начать. Вы сможете получить ответы в других моих видео. Ищите ссылочки в описании к этому видео. Я вообще туда постараюсь полезных вещей накидать. Так что в описание заглянуть я настоятельно рекомендую. Если возникнут вопросы, то не стесняйтесь их задавать в комментариях. Они вполне могут стать темой для других выпусков, которые вы не пропустите, и если подпишетесь на мой канал. Прослушав все это, у некоторых людей может возникнуть вопрос. Можно ли изредка стрелять у себя на заднем дворике или на пикнике фана ради, не заморачивая себе голову техниками и правилами? Да, разумеется, без проблем. Но это и будет стрельба для развлечения, у которой свои секреты. Вот только вот одну технику изучить нужно в любом случае. Это технику безопасности. Без нее в любой стрельбе ну просто никак. Ну а сегодня с вами был Валентин на канале Мика Арчер. Если есть вопросы или предложения, оставляйте комментарии. Чтобы не пропустить новые видео, не забудьте подписаться на канал. Ставьте лайк, стреляйте из лука, изучайте стрельбу из лука и получайте от этого удовольствие. Меткой вам стрельбы и будьте осторожны. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok